Вода в Аби продолжает пребывать. Затонцы уверены, их врасплох уже не застать. Вот вывозим, чтобы не уплыли у нас досточки, дровицы, вон рамы, да все это, все убираем отсюда. Кто знает, как вода придет, нас она не помилует. Курить стали меньше. Согласно статистике, барнаульцы все чаще выбирают здоровый образ жизни. Я сам вот на забросе. А, надоело. Не круто сейчас это. Сотрудники приюта «Ласка» вновь вынуждены просить помощи у горожан. Собакам и кошкам требуется пища. Вчера вот кости привезли, сколько, 600 килограмм костей, но костями сыт не будешь, сами понимаете. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. Вода в Аби поднялась за сутки на 22 сантиметра. До критической отметки пока далеко, но жители подтапливаемых территорий готовятся к самому негативному сценарию. Наш корреспондент Алексей Янкин сегодня побывал в поселке Затон, чтобы узнать, как здесь будут встречать вторую волну паводка. Мы паводку вот вывозим, чтобы не уплыли у нас досточки, дровицы, вон рамы, да все это, все убираем отсюда. Кто знает, как вода придет, нас она не помилует. Вот мы приготовили уже мешки, как если паводки будут, матрасы связаны все, мешки, и мы сразу поднимаемся наверх, чтобы у нас не погибло имущество. Большая вода больше не застигнет Людмилу врасплох. Выводы из паводка 2014 года женщина сделала. Тогда вода стремительно ворвалась в ее дом и испортила почти все вещи. Сейчас дом Людмилы Приваловой подготовлен, можно сказать, образцово. Мебель давно на стеллажах, то, что нельзя было водрузить на них, поставили на подставке. На крыше запас питьевой воды и сухарей. Вспоминая события двухлетней давности, женщина говорит, сегодня воды нет, а завтра от нее не спастись. Я одного ребенка повезла на экзамены в Галошах, а оттуда уже иду, уже воды вот так было, я уже одела сапоги. Второго повезла на теплоход, уже на себе, и вот так воды было. Ну сколько тут прошло, минут 20. Паводок 2014 года запомнился многим. Половина утонула, половину течением снесло. Подводит итоги потерь домашнего скота и птицы в пору той большой воды Сергей Авилушкин. Опыт он тоже извлек. Привез песок, поднял участок. Теперь ему и подъем реки до 6 метров не страшен. А если Паводок и на этот раз побьет все рекорды, у Сергея для домашней живности есть план «Б». Гнать скот на возвышенность смысла не видит. А мне зачем везти-то? И потом, и как я буду до туда добираться? У меня вон приготовлено на этот, на плот, все, и все. То есть вы будете плот делать, что ли? Да, конечно. И куда потом вы на этом плоту будете транспортировать животное? А какой-то вот здесь вот и будут. Характерная черта. В поселке Затон сегодня почти у всех местных жителей вскопаны огороды, но не посаженные. Затонцы ждут, как будет развиваться Паводок. Впрочем, некоторые затонцы пытаются в начавшемся Паводке найти и положительный момент. Надеются, что большая вода принесет и большой улов. Однако рыбалка не приносит особой радости. Рыба стала реже клевать, к тому же и изрядно измельчала. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Власти Барнолла составили список управляющих компаний, которые хуже всех заботятся о сохранности фасадов веренных им домов. Поводом стал целый ряд инцидентов, когда обвалившаяся штукатурка или вредила здоровью горожан, или серьезно ему угрожала. Список получился весьма внушительным. Это управляющие компании «Прогресс Плюс», «Приоритет», «Старый Барнаул», «ЖЭК Петровская», «УК Первая», «Победа» – это те организации, которым в первую очередь необходимо обратить внимание на текущее содержание домов, «ЖЭК Сороковое», и я уже, как говорил, ООО «БЖЭТ-2» и «МОБЖЭТ-2». В минувшую субботу штукатурка сыпалась с балкона по адресу «Советская-28», а его управляющая компания «БЖЭТ-2» октябрьского района попала в черный список. Причиной откола стала незастекленность балкона. Снег и дожди просочились в плиту и разрушили ее нижний слой. И несмотря на весенний осмотр, говорит директор управляющей компании, предугадать такое обрушение невозможно. Свою вину не отрицает, но добавляет она обоюдная. Жильцам нужно и вовремя обратиться к мастерам и последовать рекомендациям огородить балкон от осадков. К слову, «БЖЭТ-2» взяла эту многоэтажку почти год назад. До этого ее обслуживал МУП, а, по словам жильцов, не обслуживал вовсе. Кстати, он же владеет и еще одним домом, на котором обрушился фасад по адресу Сизова-53. По этим случаям городской комитет уже закончил проверку. Разрушения ликвидированы. Балконы являются фасадом здания, поэтому нижняя часть плиты ремонтируем, конечно же, мы. Но балконы, которые застеклены на данный момент, обрушение не проходит. Собственники тоже несут ответственность за свое имущество. История с детской аварийной площадкой вновь получила продолжение. На запросы нашей телекомпании одновременно дали ответы сразу два ведомства региона – Роспотребнадзор и Государственная инспекция. Электронные письма с просьбой обратить внимание на проблему мы отправили им уже пару недель назад. Что ответили специалисты, знает Кирилл Политов на очереди рубрика «Коммунальный патруль». Но сначала вести от ближайших соседей. С проблемами ЖКХ борются и жители Новоалтайска. Пойдемте дальше, но здесь только осторожно. Вот, то есть там тоже все затоплено. Вот этими парами канализационными, канализацией мы дышим. Стоп, дальше идти нельзя. Подвал дома наполнен под завязку. По объемам хватило бы на мини-бассейн. С той лишь разницей вместо воды канализационные стоки. Под ногами жижа на потолке полчища насекомых. Самонастоящий рассадник инфекций. Потопы, говорят жители, здесь регулярны. Специалисты фирмы ЖО номер один фекальные массы убирают несколько раз за день. Тут нареканий нет, уверяют домочадцы. Вопросы есть к застройщику. Якобы строитель сделал канализацию с явными недоработками. В результате стоком попросту некуда деваться, кроме как идти в обратном направлении. Адрес многострадального здания город Новоалтайск, улица Пруцкая, 15 Г. От постоянной сырости в некоторых местах пошло уже разрушение стен. Уровень присутствия микробов в воздухе достигает максимальной отметки. Жители остались без свежего воздуха. Мы считаем, жильцы дома по улице Пруцкая, 15 Г, что это ошибка застройщика. Что здесь нужно полностью проверять все канализационные трубы, собирать комиссию непосредственно и убирать вот эти вот все неполадки. В дополнение наш эксперт, руководитель фирмы ДС-1 Анатолий Суворов, советует еще раз обратиться в надзорные органы и управляющую компанию. В Роспотребнадзор, в жилищную инспекцию, в администрацию района, может, если подействуют. Ну, не подействуют, значит, тогда вот три вида, куда можно обратиться. И те примут, я думаю, после этого какое-то решение на устранение. Вот у нас развалилось все. Возди по-прежнему торчат, разваливается все. Вот так было до. В таких условиях играли местные мальчишки и девчонки. Объекты вызывали опасения у родителей. Например, песочница. Занозы и небольшие порезы. Здесь обычное дело, говорили жители. Инициативная группа обращалась несколько раз к местной управляющей компании в ответ одни отказы. После нашего визита место изменилось, однако нарекания остались. Все тот же грибок рабочие срубили под самый корешок. Теперь железная конструкция никому не угрожает, валяется в стороне. Доски для песочницы сколочены явно быстрыми темпами. В результате квалификация мастеров вызвала сомнения у барнаульцев. Либо у нас также есть вариант просто поменять управляющую компанию на другую, та, которая установит нам площадку. И такие есть. После обращения жителей в нашу редакцию мы вместе с юристом Мариной Чаузовой направили две жалобы в два разных ведомства. Государственную инспекцию и Роспотребнадзор. В документе указали. Просим обратить ваше внимание на детскую площадку во дворе пятого и седьмых домов по улице Малахова и дать оценку действиям коммунальщиков. Спустя полмесяца получили ответы. И тут началось самое интересное. Вот они, те самые два документа от ведомств. Вот этот от Государственной инспекции Алтайского края, а вот этот от Роспотребнадзора. Что они сделали? Да, просто переадресовали друг другу. Роспотребнадзор – Государственная инспекция, а Государственная инспекция – Роспотребнадзор. Фарадокс. Такая обратная реакция чиновников удивила даже бывалого юриста Артема Чаузова. За его многолетнюю практику говорит, видит такое впервые. Видимо, хотели избавиться от проведения проверки. Здесь в этом нет ничего страшного. Срок проведения проверки только увеличился у нас на неделю. В любом случае, они должны будут их провести. И в соответствии с 59-м федеральным законом по обращению граждан, мы в течение 30 дней все-таки увидим их неответы. Исходя из их содержания, либо мы их можем обжаловать в прокуратуру Алтайского края, либо нас они удовлетворят. Но вот такой сериал вырос из, казалось бы, обычной истории. Опять нам остается только ждать и удивляться сообразительности местных чиновников. Мы по-прежнему принимаем звонки на бездействие коммунальных служб по телефону в Барнауле 722-301. На этом у нас все. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Информационный канал Город. Юрий Денисов пишет в социальные сети из заключения. Уже после того, как бывшего вице-губернатора взяли под арест в Фейсбуке на странице, якобы принадлежащей экс-чиновнику, появилось две записи. 10 мая он заявил, что готов общаться с желающими через интернет. А накануне ночью в аккаунте появился комментарий об увольнении ректора Политехнического университета Александра Ситникова. Помню, как несколько лет назад губернатору нужно было подписать представление. Там список кандидатов на должность ректора АЛТГТУ. Но губернатор отказался подписывать документ, поэтому подписать пришлось мне. Сейчас, наверное, многие упрекают министра в том, что он поступил не так, как всем бы хотелось, а ведь все решал коллектив университета, так как после внезапной смерти Хомутова министерству было все равно. Адвокат бывшего вице-губернатора Андрей Лихторович в беседе с нашими новостями не подтвердил и не опроверг подлинность записи, но заявил, что у его подзащитного нет возможности выходить в интернет из СИЗО, где он сейчас находится. На странице Денисова же поясняется, что общение в Фейсбуке будет происходить через доверенное лицо. Кто может являться таковым, адвокат также не в курсе. Впрочем, страница бывшего начальника управления по молодежной политике похожа на настоящую. Создана она за два года до ареста чиновника. Почти четверть всех студентов алтайских вузов бросили курить после введения федерального антитабачного закона. К таким выводам пришел аспирант Алтайского медицинского университета Василий Дехарь, который провел серьезное социальное исследование. Сегодня весь мир отмечает день без табака. Кстати, на планете курильщиков около миллиарда. В нашем крае курит около 40% всего населения. Сократилось ли их число за последнее время, пыталась выяснить Ольга Калачева. Василий Дехарь в своей жизни сделал всего пару затяжек. И то, говорит, в научных целях. Два года жизни аспирант медицинского университета потратил, чтобы узнать, каким образом антитабачный закон повлиял на число курильщиков. Опросил несколько сотен студентов педагогического и медицинского вузов. В итоге выяснил, курить стали меньше. Тем не менее, 13% опрошенных по-прежнему не могут расстаться со своей вредной привычкой. В каждой четвертой семье тоже по результатам исследования выявят, что один из членов семьи является курящим. Каждый восьмой студент подвергается пассивному курению. Из них юноши примерно 26 минут в сутки находятся в задумленном помещении. А девушки гораздо меньше, примерно 19 минут. Сегодня ряды пассивных курильщиков пополнила и наша съемочная группа. В Алтайском крае впервые появилась кукла-курильщица, и мы не могли ее не показать. Этот дорогостоящий немецкий манекен уже надел много шума. Ведь одно дело знать о пагубном влиянии сигарет, другое видеть, что образуется на ваших легких после нескольких затяжек. У нас был один такой специалист. Сначала просто ограничивал употребление табака, а на сегодняшний день, то есть вот с момента приобретения этой куклы, да, вот, расстался с этой пагубной привычкой. Кстати, за последнее время бросили курить и многие барнаульцы. Это показал наш сегодняшний опрос на улицах краевой столицы. Во-первых, закон, а во-вторых, кризис. Я сам год назад бросил. А надоело. Не круто сейчас это. Люди заботятся, наверное, о своем здоровье. Я так думаю. Скорее всего, это влияет. Курят в подъездах побольше. Они гораздо чаще, наверное, в подъездах больше прячутся, чем на улице. Меньше стали курить и сильные мира сего. Так называемых курилок уже нет в краевой администрации и в АКЗС. По неофициальным данным, депутаты, ведущие здоровый образ жизни, даже создали клуб не курящих. Может быть, пришло время порвать оковы табачных цепей и вам? Ольга Калачева, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. Информационный канал. Город. Главный ЗАГС Барнаула во дворце бракосочетаний будет ликвидирован. Проект решения об этом уже опубликован на сайте мэрии. Ликвидация ЗАГСа, объясняют специалисты, связана с изменениями в законе о муниципальном управлении. Согласно недавним поправкам, органы местной власти и городских округов больше не наделяются полномочиями в регистрации актов гражданского состояния. Таким образом, все ЗАГСы Барнаула перейдут в краевое подчинение. Первым на очереди будет дворец бракосочетаний, и для этого нужно формально его ликвидировать, а сотрудников уволить и принять на работу уже по конкурсу. Окончательное решение о закрытии дворца депутаты Барнаульской городской думы примут на сессии 3 июня. Однако тем, кто этим летом решил сыграть свадьбу, опасаться не стоит, уверяют чиновники. Ничего не сокращается, все записывается, все регистрируется. Я считаю, что дворец бракосочетаний, коль он ведет торжественное место, он должен быть загружен чуть-чуть больше, чем находится сейчас. В Алтайском крае стало меньше малолетних нарушителей закона. В прошлом году на учете в полиции состояло около 4 тысяч трудных подростков. Сейчас почти на 500 человек меньше. Одной из причин динамики называют своевременную профилактику, которую проводят в регионе сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Сегодня эти люди отмечают свой профессиональный праздник – 81 год со дня образования службы. Сейчас в нашем регионе трудятся 180 инспекторов, 21 из них – мужчины. Основные задачи сотрудников ПДН по-прежнему – предупреждение детской преступности, выявление неблагополучных семей и контроль за тем, как в этих семьях воспитывают малышей. Сейчас в крае на учете в полиции стоят больше 3 тысяч ячеек общества, в основном из-за пристрастия родителей к алкоголю. Но тем, чтобы их дети не чувствовали себя одинокими и не оставались без контроля, и заботятся о инспекторе ПДН. Наш следующий сюжет – о животных приюта «Ласка». По ряду объективных причин мы не навещали их несколько месяцев. За это время здесь произошли значительные перемены. Какие, узнаем от Елены Кузовкиной. Начнем с позитива. О том, что перемены произошли, становится заметно еще с порога. Практически нет отпугивающего стойкого собачьего запаха. А все потому, что старые деревянные вольеры наконец-то уничтожили. На смену им пришли новые, отделанные кафелем. Говорят, в них гораздо удобнее наводить порядок. Апартаменты появились в приюте благодаря губернаторскому гранту и студентам архитектурно-строительного колледжа. Это их рук дело. Большая часть стен была закрытая, и собакам было темно. Сейчас вольеры стали просторными. И собаки, которые раньше были дикими, которые людей очень редко видели, сейчас намного чаще их видят и слышат. Новые вольеры, естественно, не пустуют. Собак в приюте по-прежнему около двухсот. Здоровых очень мало. Вот, к примеру, мальчик по кличке Кыш, хоть сейчас готов семью. Десятимесячную шебу щенком подбросили в коробки, она тоже здорова. Однако есть в ласке ампутанты. Таковыми они, как правило, становятся после аварии, если травмирован позвоночник. Им дают шанс на жизнь. Но чтобы она хоть немного приблизилась к полноценной, необходимы специальные коляски. Сюда собака лапами задними встает. Вот здесь они так вот. Сюда лапы, чтобы они не шаркивались по земле, когда он бежит. И сюда грудь, здесь голова. Достаточно ли подобных колясок в приюту? Вообще нет. У нас очень много спинальников, а колясок всего три. Поскольку мы не были в приюте несколько месяцев, сразу же заметили еще одно существенное изменение. К сожалению, отрицательное. Обычно в коридоре с топками лежали упаковки с крупой. Нынче стоят лишь пустые баки. Раньше с продуктами приезжали дети из соседней школы. Но на носу каникулы в приюте они практически не появляются. Обычные люди тоже стали редкими гостями. Между тем осталось полтора мешка перловки и немного геркулеса. Вот хорошо, вчера кости привезли. 600 килограмм костей. Но костями сыт не будешь, сами понимаете. Мы надеемся, что собаки не останутся голодными. Сотрудники приюта обещают этого не допустить. Кое-что уже начали приносить из дома. Мы же напоминаем телефон Ласки. 57 35 57. И если кто-то из собак вам приглянулся, с удовольствием отдадим в добрые руки. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». Где в 18 веке барнаульцы покупали пилюли и микстуры? Кирпичные стены какого здания помнят двухсотлетнюю историю краевой столицы? Знает Илья Кочетков. Сегодня в своей традиционной рубрике он совершит нетрадиционное путешествие по интерьерам горной аптеки. Когда мы гуляем по улицам города, то часто проходим, увы, мимо очень интересных порой зданий, замечательной, древней историей. Просто у нас нет времени подробно про них рассказать. Сегодня мы решили наверстать упущенное. И посетим самое первое в городе каменное здание. Здание горной аптеки. И узнаем его весьма интересную и давнюю, глубокую историю. За мной. Горная аптека – уникальный памятник истории и архитектуры 18 века. Она была первой аптекой на Алтае, одной из первых в Сибири. Здесь в разное время работали такие люди, как Фридрих Гейблер, Карл Ледебур, Семен Шанген. Сейчас тут единственный за Уралом музей аптечного дела. В 18 веке вот сюда заходил, и что он тут видел тогда? Это были обычные сени в горной аптеке. То есть посетитель заходил, в правом крыле находилась сама аптека с производством, с хранением лекарственных средств и с продажей. А в левом крыле находилась квартира провизора, который жил здесь и занимался, собственно, аптекой. Это очень интересный план 1752 года, который был составлен Пименом Старцевым. И очень интересно, что это еще не город Барнаул, это Барнаульский заводской поселок, но на нем уже обозначено, где находилась горная аптека. Это примерно граница улицы Анатолия сейчас, даже меньше, да? Да, даже меньше. То есть здесь мы можем видеть нынешнюю улицу Ползунова. Вот так проходит Красноармейский проспект. Здесь мы видим территорию заводскую, пруд. И вот, собственно, на улице Ползунова под номером 54 значится здание горной аптеки. А это то, как выглядело здание изначально, да? Это планы, копии планов? Да, то есть здесь мы видим копии планов, которые хранятся в Алтайском государстве, в нашем архиве. Мы, в принципе, можем видеть то, что здание построено максимально практично. То есть оно выполнено именно не в плане того, что у него какой-то шикарный красивый фасад. То есть такого нет. Оно максимально было выполнено практично. И еще можем говорить о том, что, в принципе, оно привлекательно. То есть это строгий стиль, да, классицизм. А это святая святых. Здесь торговали, видимо, да? Это кассовый аппарат? Да, это кассовый аппарат конца 19 века. Это чековая лента. Это чековая лента, да. Есть касса внизу. Можно? Там есть монетки. Даже современные. А это что такое? Это ампулы, которые мы нашли в процессе реставрации. С неизвестной жидкостью внутри. На анализ не отдавали, поэтому аккуратнее. Можно я подержу? Хорошо. Там, кстати, есть еще. Посмотри. Вот эти более интересные. У них капелевидная такая форма. Жидкость, обрати внимание, разного цвета. То есть одна темнее, одна светлее. Возможно, в каждой ампуле свое какое-то вещество. То есть это может быть как средство от несварения желудка, так и эликсир вечной молодости, да? Мы не узнаем. Очень даже, может быть. Ну почему не узнаем? Может быть, когда-то и узнаем. Какие еще есть интересные места в этом, вроде бы небольшом, но очень наполненном здании? У нас есть еще одно очень интересное помещение. Это подвалы, которые мы раскопали в процессе реставрации. В буквальном смысле раскопали. Я обожаю подземелья. Проведите меня туда. Спустимся? Да. Смотри, обратить внимание твое хотела на то, что вот такой вот интересный шкворень торчит. Шкворень? Шкворень, да. То есть он стягивал стяжки, которые, собственно, по периметру стягивали все стены здания. То есть можешь вот обратить внимание, что вот петля той самой стяжки, которую мы увидим в другом помещении. То есть здание было так вот заранее стянуто, чтобы достояло до наших дней, да? Ну, чтобы не развалилось, да? Вот так. Раньше заранее этим заботились. То есть они как сейчас начинают разваливаться старое здание, его стягивают. Вперед. Я там уже вижу старинную кладку. Ну, конечно, кладка. Вторую половину XVIII века проходим. Такая архитектура именно аптечных подвалов. То есть вот эти вот интересные, шикарные своды. Они в конце XIX века были засыпаны, потому что все-таки болотистая местность, да? Постоянно затопляло здание, и дабы, чтобы оно достояло до сегодняшних дней, да? То есть все подвалы были засыпаны. Но до этого они их применяли, провизоры, аптекали для хранения именно различных веществ для приготовления лекарств, готовых лекарств. А на этом мы сегодня нашу небольшую прогулку заканчиваем. И в следующий раз побываем в новых известных и неизвестных местах города Барнаула. Уже завтра в Барнаульском зоопарке появится еще один медвежонок. Сегодня рано утром сотрудники зверинца поехали за новым питомцем в Солонешинский район. Именно там нашли бурого медвежонка, который гулял по улицам совершенно один. Он уже прошел ветеринарный осмотр, однако кто это, мальчик или девочка, пока не ясно. Завтра трехмесячного медвежонка привезут в Барнаульский зоопарк. Его планируют поселить с ровесницей Глафирой. Завтра в Барнауле дождь, ночью от 6 до 8, днем от 13 до 15 выше нуля. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова